Привет друзья, ставим лайк и поехали. Это не самая обычная, но и не самая оригинальная история. Возможно кому-то из вас знакомо желание хоть немного пожить в свое удовольствие. Вы уже посадили дерево, построили дом и вырастили сына. Казалось бы, что сделали все, что должны были и чаще всего даже больше. Ваш сын уже давно женился, живет своей жизнью и вы решаете пожить своей. Но отчего-то кто-то считает это эгоистичным. В частности, ваша невестка. Подобная история произошла с нашей героиней Людмилой Степановной. Главной претензией невестки является то, что женщина бывает за границей больше пяти раз за год, в то время, когда ни ее внуки, ни сын никогда даже на море не были. Да они вообще нигде не были. А Людмила Степановна после выхода на заслуженный отдых решила путешествовать, ловя туры со скидками. Так и получилось, что женщина изучила уже Турцию, Тунис, Грецию, Кипр, Египет, побывала в Марокко и в Болгарии. Да и не только там. В это же время невестка Людмилы Степановны Яна буквально с ума сходит от зависти. И надеется, что хоть что-то, да и перепадет их семья от матери супруга. Понятное дело, что Яна все прекрасно понимает. Она и сама утверждает, что Людмила Степановна им ничего не должна, но человеческое нутро никуда не девается все равно. Она ждет, чтобы Людмила Степановна вспомнила о том, что у нее есть внуки и сын, которым бы неплохо было бы сделать подарок. Однако Яна уверена, что нечто подобное может случиться только в том случае, если рак на горе свистнет. Яна сетует на то, что в наше время, к сожалению, уже не осталось бабушек, которые всеми силами помогают своим детям и внукам, балуют их, покупая на последнюю мизерную пенсию подарки детям, потому что так нужно. Девушка негодует на то, что во всем виноваты все эти западные тенденции, которые во все горло кричат о том, что на старости лет человек обязан пожить для себя. Ведь дети уже взрослые, работы нет, а значит можно спокойно выдохнуть и хоть немного посмотреть на мир перед смертью. Все это, конечно, здорово, говорит Яна. Но ведь могла бы хотя бы немного подумать о внуках, которым тоже нужно оздоровиться на море, или о своем единственном сыне. Это все с ее стороны эгоистично, я бы так себя не вела. А как вы считаете, кто прав в сложившейся ситуации? Свекровь, которая решила пожить в свое удовольствие, или невестка, которая хочет подачек? На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.